Удивительное время мы с вами живем, вот только недавно рассказал о том, что в Екатеринбурге задержали экс-главу Свердловского регионального отделения детской патриотической организации движения первых, задержали по подозрению в мошенничестве, якобы во всяком случае так писали местные СМИ, а точнее в присвоении нескольких миллионов рублей, буквально через пару дней стало известно. Задержанную уже отпустили, перевели в статус свидетеля и, видимо, сказали, гуляй во своясь, и то ли деньги нашли, то ли заступники, то ли сумму потерянную сочли несущественной, а скорее всего просто скандал раздувать не захотели. Зря вы хрюкаете, потому что... Не хрюкаю, а покашлю. Ну, тем более. Мне покашливать нечего, потому что вы же не живете моей жизнью. Не очень-то и хотелось. Я уже объяснял, но сделаю это еще раз. Раздвижение первых детища Владимира Путина, целиком и полностью его идея. Ну, как его идея? За основу взята Всесоюзная пионерская организация, которая существовала в СССР с 1922 года и через которую прошли несколько поколений советских людей, будучи в юношеском возрасте. Вот Путину в апреле 23-го и предложил, а давайте этих самых пионеров-то возродим, возродили. Не прошло и года, а тут скандал. Деньги какие-то куда-то пропали, причем выделенные еще раз на патриотическое воспитание молодежи. Не баран чихну, да вы с ума сошли. И где пропали-то в организации, которую курирует лично сам? Ну, мы-то с вами понимаем, что о таком даже подумать страшно, особенно чиновникам на местах, которые рискуют лишиться головы, если что. Поэтому, ну, скандал, похоже, отменяется. Вот она, российская борьба с коррупцией во всей красе напоминает спортивную рыбалку. Как заметил один из моих коллег, поймали рыбу, посмотрели на нее, отпустили. Это реальная журналистика, и я уже ничему не удивляюсь. Поехали! Вообще, в России пилят теперь все, кому не лень. Ну, время, видимо, такое настало, когда пилищики даже заморачиваться перестали, или хотя бы делать вид, будто смыленные деньги потрачены с умом. Яркий пример, пожалуйста. Попалась мне тут на глаза пропагандистская агитка, фильм-расследование Аркадия Мамонтова иноагента. Вот так вот громко. Данная нетленка называется, и естественно, что она стоила для бюджета каких-то денег, и думаю, немалых. Девись мероприятия – искра мятежа из-за рубежа. По закону иноагентами в России могут быть признаны лица и организации, которые находятся под иностранным влиянием и получают поддержку из-за рубежа. Впрочем, расследованием, конечно, вот это вот полуторачасовое нечто назвать можно разве что с большой натяжкой. Ну, что там Мамонтов расследовал? Показал кадры с берлинской тусовки двухмесячной давности, которая вообще-то не являлась закрытым мероприятием. Напротив, туда пригласили всех желающих, насколько я понимаю, в том числе журналистов, в том числе российских. Даже вон корреспонденты в ГТРК там абсолютно свободно перемещаются, интервью с участниками записывают. Вот я и спрашиваю. В чем расследование-то? Что, ребятки, такого расследовало? Жизнами прям рисковали? Ага, на фуршете поедай бутерброды, видимо. Пизу. Отдельного внимания заслуживают комментаторы, которых Мамонтов позвал в это свое расследование в качестве экспертов, я честно. Досмотрел до конца все полтора часа, агитки в надежде увидеть хоть сколько-нибудь статусного спикера, фиг вам, не увидел никого. Одни сплошные ноунеймы, чтобы было понятно, ноу в дословном переводе означает нет, нейм, имя, ноунейм, значит безымянный. Не пойми кто, вот автор именно таких комментаторов к себе туда и позвал. Мы попросили прокомментировать эти слова известного писателя Юрия Полякова. Таким образом они как бы сохраняют все свои акции на Западе, а у многих из них там и собственность. Наверняка вы сейчас переживаете те же самые чувства, что и я в те дни. Голос автора за кадром. Мы пригласили прокомментировать это известного российского писателя Полякова, и вдруг появляется вот этот прекрасный человек. Кто это такой? Самый первый вопрос, который тут же меня посетил. Ну ладно, думаю, может быть я просто невежда пропустил что-то. Может и правда человек какой-то, выдающийся литератор, полез в интернет. По заголовкам просто пробегусь, его книг готовы. ПОРНОКРАТИЯ, ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГСИ, И ЧАС БУДЕТ ИНТЕЕСНЕЕ, ХОМО ЭРЕКТУС ИЛИ ОБМЕН ЖЕНАМИ, ИЛИ ВОТ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНИ СЕКС В СССР. Слушайте, это я тупой? Или тут вообще даже не пахнет пушкинским слогом? Зато вот этот вот хомо эректус сидит и обсуждает Аллу Борисовну Пугачеву ни больше ни меньше. Назовите мне хоть одну песню Макаревича, где есть слово Родина и Россия. И это такой песни. Я никогда не слышал, чтобы Пугачева или Галкин говорили о своей любви к отечеству. Поёрничать талантливо, пожалуйста, спеть, так сказать, ну более-менее. Кстати, вот тут надо понимать, что Алла Пугачева иноагентом не является. Её никто таковой не признавал и не вносил в данный перечень. Зато она является народной артисткой СССР, не России даже, а народной артисткой Советского Союза, то есть нашей страны ещё 14 ныне отдельных государств, которые когда-то были частью огромной империи. Да за ней народу стоит больше, чем за любым президентом на постсоветском пространстве. А какой-то хомо эректус обмен женами на серьёзных щах сидит и поливает артисту грязью. Вы бы хоть равного ей по весу, по статусу критика-то нашли, Михалкова условного. Ну ведь нет. Михалков в этом вашем позорище, подозреваю, участвовать не захотел. Да там, ещё раз повторюсь, в принципе ни одного статусного лица нет. Даже каких-нибудь фриковатых депутатов не догадались позвать, типа там Милонова или Журавлёва. Просто для придания веса. Да, вот ещё один мамонтовский эксперт. Тоже русский писатель, как и казалось. Герман Садулаев. Русский писатель и публицист. Этих же людей, которые там собираются на какие-то конгрессы русского народа или российской оппозиции, или как они там назовут себя, я не знаю, их уважать не за что. Они враги, но они жалкие. Кто как обзывается, тот так и называется. Господи, да ладно эксперты, но они ведь даже тяжеловесов из числа иноагентов не смогли на интервью развести расследователи ЙОПРСТ, хотя по картинке, ну мы же сами видели. Там такие люди были, Касьянов, например, экс-премьер Российской Федерации. Там с 2000 по 2004 год второй человек в государстве, хотя я до сих пор не понимаю, как целый премьер-министр, работавший в правительстве Владимира Путина, на минуточку мог угодить. В перечне иностранных агентов второй человек в стране, который случилось, что с президентом, берет на себя функции главы государства и вдруг иноагент, вы серьезно? Ну да бог с ним, главное, что он там был. Что ж вы его-то на интервью не уговорили? Стоимость квартиры Леонида Гозмана 890 тысяч евро. Вот договор купли-продажи. Есть ли у вас какая-то собственность в Германии? Повисает большая театральная пауза. Да, у меня здесь квартира. Ну нахер. А, ну вот, Гозмана подцепили более-менее крупная рыба во всем этом винегрете, но ведь и с ним, ребята, аппаратили. Это был как раз тот самый случай, когда расследователи в своем расследовании едва не вышли на самих себя. Коротко, перескажу эту укатайку, мамонтовцы, значит, нашли у этого мужика квартиру в Германии за 900 тысяч евро, а потом до кучи достали где-то выписку с его банковского счета, согласно которой у антигероя осталось еще около 3 миллионов долларов, но вот незадача. По ходу своего же кена авторы подводят зрителя к тому, что миллионы-то те, Гозман заработал не на иноагентстве, нет, вы удивитесь, а теперь держитесь, за что-нибудь эти деньги чувак получил, когда обслуживал российскую власть, а именно, работал в правительстве РАО и ЕС, куда его позвал в свое время Чубайс, назначенный главным энергетиком страны, кем правильно, Владимиром Путиным, ну, блин, ну, серьезно, ну, сами, ведь об этом во всем рассказывают, мне прям кричать хотелось в этот момент, ребят, вы походу не туда воюете. Я работал на очень высокой должности в российской энергетической компании, электроэнергетической РАО ЕС в России, там я получал очень высокую зарплату. В компенсацию каждый получил золотой парашют, это мировая практика, все получали право купить по фиксированной цене акции новых компаний, естественно, величина пакета определялась статусом человека в компании, поскольку я был членом правления, у меня этот пакет был большим, а потом все свои пакеты продали. Разница и составляла нашу премию. Аккуратнее с языком, молодой человек. Друзья, ну это же бред. С одной стороны, мамонтовся товарищи пытаются нанесать своим зрителям мысль, будто иноагенты. Все как один рубят бабки с иностранцев и жируют затем на них, а по факту вырисовывается картинка, в которой иноагент Гозман 10 лет работал на российское государство на власть в госкорпорации, а когда корпорация рухнула, власть еще и золотой парашют ему вручила стоимостью в несколько миллионов долларов. Ой, блин. Ну и конечно, как и любая пропагандистская агитка, это тоже не обошлась у россказней. А революции, которую готовят правильные иностранные спецслужбы, на этот раз под раздачу попал мой родной Екатеринбург почему-то именно здесь. У нас вороги что-то такое затевают не в Москве, не в Питере, что было бы логичнее, а где-то на заснеженном Урале, где даже Дятлов. И тот пропал вместе со своей экспедицией. Ну да, мы отвлеклись, а прицепились пропагандисты. К послу Евросоюза в России, который в один из зимних дней прилетел с визитом в уральскую столицу. Кстати, даже непонятно в каком году это было. И ух ты, встречался там с европейскими консулами. Бонжур, господин посол. Здравствуйте. Я с российского телевидения хотел узнать, что вас привело в Екатеринбург? Ну вот это. Ельцин-центр? Да. Скажите, а в Екатеринбурге революция сейчас готовится? Что это за? Затем была встреча в ресторане Гави, только с генконсулом Франции. Потом встреча с консулами Кипра и Венгрии. Зафиксировали их местные блогеры. Сколько можно, еб... Я, конечно, не очень силен дипломатией, но у меня почему-то тут же вопрос возник, а с кем посол от ЕС должен был встречаться в Екатеринбурге? С моим соседом алкоголиком, может быть, с безумными бабками, что сидят на лавочках возле подъездов и обсуждают всякие бредни. Вайден, ну еще раз повторяем, хватит позорить не только свою страну, ты мир позоришь, мир. Кстати, здорово сомневаюсь, что, например, глава Недороссии Лавров, приезжая в любую из зарубежных стран, особенно в недружественные, спешит навстречу с тамошними алканавтами, с простым народом, ну наверняка ведь точно так же общается с консулом. С нашим, с российским, затем с консулами дружественных стран. Почему пропагандисты вот эту вот ахинею несут в своих недорасследованиях, хотя это еще не ахинея, ахинея будет сейчас. внимание на экран. Здравствуйте, а для местного телеграм-канала скажите, что вы здесь делаете? Я не знаю, зачем это вообще сюда вернули, но согласитесь, выглядит оно как вопрос от клинического идиота, что ли? Сидят люди за столом в ресторане, на столе стоят какие-то блюда и вдруг, простите, я блогер местного телеграм-канала, а чем вы тут занимаетесь? Блин, а так непонятно. крестиком, ё-моё, вышивают. Ну, сумасшедший дом, правда. Хотя, если честно, я уверен, в данном случае все объясняется гораздо проще. Фактуры-то никакой, а Мамонтов вроде как заявил о каком-то громком расследовании. Денег на это расследование уже кучу потратили, ну вот и совали в свой этот недофильм все подряд, все, что приблизительно подходило по размеру, помните, как в той песне, да, я его слепила из того, что было, а впрочем, изюминкой на торте я бы назвал то, что вы увидите через несколько секунд готовы. Тогда наслаждайтесь. Мы видим, как работают сейчас консульства, да, и представительства недружественных нам стран в России, то есть, они де юры должны налаживать какие-то дипломатические отношения, де-факто они занимаются, там, здесь ездят у нас сбором информации. Вот буквально недавно приехал, продвигает вербовочные программы для того, чтобы наших людей заманивать на Запад, чтобы они получали там образование, здесь из них сделают глав муниципалитетов, глав регионов, здесь из них сделают лидеров общественного мнения. Вы сошли с ума! Нет, 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 вы не поняли, это как раз песня известная, типа, вербовать к нам едут народ через дипломатов, и в общем, подобное действительно нередко является правдой, даже спорить не буду, к слову, через наши диппредставительства российские спецслужбы, иной раз тем же самым за рубежом занимаются, тут другое интересное, кто конкретно сейчас был показан. В качестве спикера в данном расследовании предоставлю слово своему коллеге Евгению Анисимову, это все-таки его неделя, слушайте внимательно. Главное действующее лицо всей этой схемы Алеша Кузнецов, именно он вчера и приходил к нам в офис. Это пересидок, отмотавший четыре срока по пяти приговорам суда за грабеж, разбой и мошенничество. Сидел он в сосве. Дурилка картонная. Ну, то есть, в качестве эксперта Мамонтов догадался пригласить себе человека с уголовным прошлым 11 лет отсидки в общей сложности у мужчины за плечами несколько ходок. Причем не за глупую драку в молодости он за решеткой оказался по откровенно бандитским статьям мошенничества. Разбой значит такой человек выступает в качестве эксперта на всю страну еще рад. Для тех, кто на бронепоезде задача расследования насколько я понимаю была во всяком случае показать аудитории будто и на агент это неблагонадежные граждане деструктивные элементы буквально. Что делает автор для убедительности? Приглашает в эфир неоднократно судимого уголовника браво танцующим. Да нет, ну никакое это не расследование. Это позорище, это фуфло. Вот вы знаете, вы все в курсе, что я тоже работал когда-то на федеральных телеканалах, правда, рангом пониже, чем в ВГТРК, но даже вот если на техканалах я бы принес своему главному редактору вот такое вот недорасследование и на него потратили кучу денег, да меня бы тут же уволили задним числом, сказали, ты что нам принес? Причем уволили за профнепригодность, за непрофессионализм, это позор. Ну, но обленились уже в корягу, на пенсию пора. А впрочем, ну, других расследований у них для вас видимо нет, как и расследователей. Все, переваривать это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты, приветствуйте, это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока!